Аэропорт «Остафьево» находится в Московской области. Расположен в Подольском районе, на небольшом удалении от района Южная Бутова в деревне Рязаново. Совмещает как гражданские рейсы, так и военную авиацию. Эксплуатируется, кроме Министерства обороны РФ, дочерней компании ПАО, Газпром, Газпромавиа. Имеет статус международного аэропорта. Согласно классификации по РФ обладает степенью классности «Б», как международный имеет оценку «4Д». Начал работать в 1934 году, как аэродром НКВД. Статус военного приобрел после передачи его Министерству обороны. Как аэропорт работает с 1940 года. Гражданские рейсы вылетают отсюда после масштабной реконструкции в 2000 году. В июне 2007 года, после подписания указа Министерством транспорта РФ, был открыт пограничный пункт. И, Остафьево, работает как международный бизнес-аэропорт. Вид на здание КОТЭАТА, ОСФ КОТЭКА, UUMO адрес, 108824. Московская область, Подольский район, поселок. Рязанова, ТЕЛ, ПЛЮС 7, 495, 817-30-13, ФАКС, ПЛЮС 7, 495, 817-30-60, РЕЖИМ РАБОТЫ, КРУГЛОСУТОЧНО ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ, Http www.ostafiava.ru, www.gaspromavia.ru, e-mail, e-podsobacagazavia.gasprom.ru Приемная генерального директора, ТЕЛ, ПЛЮС 7, 495, 719-18-32. Здесь в час обслуживается 110 пассажиров, из которых 70 человек на внутренних рейсах и 40 на международных. Особенность данного аэропорта, отсюда не вылетают регулярные рейсы. Он производит бизнес или ведомственные пассажирские авиаперевозки. Фактически расписание вылетов или прилетов аэропорт не имеет. Однако узнать эту информацию возможно, это доступно сделать в зале ожидания аэропорта. Также тут отражаются задержки. Онлайн-табло с полным расписанием рейсов на сегодняшний день недоступно. Аэропорт Вологда удаленность, 12 километров. От МКАД, 9, от города Подольска, на северо-запад, и на 3 километра. Западнее железнодорожной станции Щербинка. Существуют следующие способы доехать, хотя их немного, всего два, на автомобиле и электропоезде. На автомобиле, будь то собственное авто, либо такси. При движении на собственном авто, чтобы не ошибиться в пути, можно посмотреть дорогу на карте. Найти в поисковике, аэропорт, Остафьево, Московская область на карте. Далее отслеживать путь передвижения по Варшавской магистрали до города Щербинка. Оттуда, к аэропорту. Затраченное время на дорогу, 1 час 35 минут. В случае использования электропоезда, маршрут движения берет свое начало от Курского вокзала, и заканчивается на стакан. Щербинка. Есть несколько электропоездов, курсирующих по этим станциям, Москва, Тула. Время передвижения, 1 час 08 минут, Каланчевская, Серпухов. Время в пути, 1 час 24 минуты, Голицыно, Серпухов. Затраты на путь, 1 час 15 минут, Тушина, Чехов, 1 час 23 минуты. Далее от стакана. Щербинка до аэропорта по автодороге можно добраться на маршрутном такси номер 45. Также от Щербинки можно воспользоваться автобусом, Газпром Авиа. Аэропорт Владимир несмотря на небольшую известность, оборудован аэропорт по последнему слову техники. Имеет две взлетно-посадочные полосы, ВВП, основная, асфальтобетонная, длиной 2 километра. Запасная, с грунтовым покрытием, протяженностью 1,6 километра. Обе ВВП служат для взлета, посадки. Для обслуживания и стоянки самолетов аэропорт имеет 26 стояночных мест, 2 ангара. Каждый, из которых вмещает в себя до четвертых самолетов среднего класса. Перроны грузовой и пассажирский могут обслуживать 12 воздушных бортов одновременно. Отдельно стоит отметить наличие грузового терминала. Он занимает площадь в размере 480 квадратных метров. А цены грузы можно поместить в комнату сейф площадью 35 квадратных метров, которая к тому же отдельно охраняется. Аэровокзал может принимать отечественные самолеты следующих марок. Як-40, 42, Ан-12, 24, 74, Ил-18, Ту-134. Благодаря подписанному в мае 2009 года разрешению, аэропорт может принимать самолеты марки Boeing 737. Что же касается вертолетной техники, здесь никаких ограничений нет. Аэропорт может принимать любые марки вертолетов. Важно, на аэродроме расположено место базирования 7055 гвардейской авиационной базы авиации ВМФ России. В арсенале у которой самолеты Ан-26, Ан-24, Ан-72. Аэровокзал обладает моделью самолета Ил-14, это один из немногих сохранившихся в мире моделей этого самолета на ходу. Еще один фюзеляж Ил-14, располагающийся там же, не подлежит реконструкции. Для обеспечения безопасности на аэродроме используются различные инженерно-технические средства. Вот некоторые из них, радиолокационный комплекс, ТАПАС МК-200, установка, БИОВПП, автоматическая метеостанция, КАЭРА МС-4. Средства безопасности позволяют производить полеты, невзирая на погоду, и в дождь, и в град. Все работники аэропорта обладают возможностью непрерывно находиться на связи. Для этого используется радиотехническое оборудование. Для безопасности пассажиров ведется круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру аэропорта. Клиенты в аэропорту «Остафьево» могут воспользоваться всеми видами услуг. Среди которых, для пассажиров, ожидающий рейс аэропорт предлагает «комфортабельный зал ожидания», VIP-зал, авиакассы, банкомат-заказ такси или бронирование гостиницы, трансфер, бар, ресторан. Также аэропорт оказывает визовую поддержку. Процедура прохождения таможенного и других видов контроля, паспортного, санитарного и прочее, тщательного продумана. Благодаря чему затраты на время проведения этих мероприятий сокращено до минимума. Для иностранных компаний «Эопод», «Остафьево» осуществляет сопровождение полетов на территории Российской Федерации. Еще к плюсам этого аэропорта следует отнести рядом располагающуюся парковку. Услуги ГСМ, заправка самолетов, отслеживание качества топлива на этапах его производства. Услуги по грузовому терминалу, прием, отправка грузов, хранение и сортировка груза. Таможенное оформление документации на груз. Желающие пассажиры могут разместиться неподалеку, в гостиницах или домах отдыха. Есть и более бюджетные варианты, хостелы. Такие услуги готовы предоставить более 40 заведений. Наиболее близкий, мини-отель «Старый город» в Бутово. До аэропорта 3,8 километра. Цена за номер от 6500 рублей. Звездочка, отель «Вояж Бутово». 3,8 километра. До «Остафьева». Цена от 4500 рублей. Звездочка, отель «Уют». Удаленность 3,9 километра. Стоимость от 5500 рублей. Звездочка, гостиница «Адмирал». Расстояние 4,2 километра. Стоимость от 2400 рублей. Звездочка, хостел «Берлога». Удален на 5,6 километра. Недорогой вариант размещения от 450 рублей. Звездочка. В этом аэропорту можно улететь авиакомпаниями «Ютэйр», «Аэрофлот», «Люфтганза», «Сибирь», «Трансайро». Как было сказано выше, регулярных вылетов с этого аэровокзала не производится. А информация о точках маршрута ведомственных и частных бизнес-рейсов не разглашается. Аэропорт «Остафьева» Московская область, 1803 год, имение Виземских. В этом же году на это место приземлился воздушный шар, на котором совершала полет первая русская воздухоплывательница княгиня Паю Гагарина. В 1940 году отсюда выполнялись перелеты в города СССР на самолетах Ли-2. В 2000 году аэропорту грозило закрытие из-за уровня издаваемого шума, который мешал возводить жилые здания. Но «Газпромавия» удалось помешать этому, он работает и сегодня. На территории с 2010 базируются несколько вертолетов, Ка-32, ЕС-135-145, Ми-26, государственного учреждения, Московский авиационный центр. Для комфортного транспортного сообщения ведется строительство новой подъездной автомобильной трассы от Калужского шоссе через Коммунарку. Это позволит сделать путь от Московской кольцевой до аэропорта более удобным. Автодорога МКАД, поселок Коммунарка, аэропорт Остафьево имеет стратегическое значение для дальнейшего развития «Новой Москвы», отметил Выжидких. Окончание проектируемой автотрассы планируется на 2018 год. Дополнительная информация. Для приятного проведения времени в полете планируется открытие цеха бортового питания. Здесь будут угощения на самый изысканный вкус. Возможно заказать ваше любое блюдо и полакомиться им во время полета. Завершается строительство третьего отапливаемого ангара для стоянки воздушных судов. Он будет иметь более обширную площадь, нежели уже имеющиеся два. Рассчитан на вместимость пяти самолетов. На сегодняшний день международный бизнес-аэропорт Остафьево – единственный в России. Оборудован современными системами безопасности. В его распоряжении имеется два ВВП, два ангара, 26 мест для стоянки, перрон на 12 единиц воздушной техники, грузовой терминал и комната сейф. На территории работают сервисы по техническому обслуживанию и ремонту самолетов и вертолетов. Звездочка цены актуальны на июнь 2000.